Воскресенье 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 Академическое художественное училище в памяти 1905 года. В 2003 году награжден дипломом в Российской Академии художников. В 2005 году награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю». В 2008 году получил диплом первой степени шестого фестиваля изобразительного искусства «Москва. Город мира» 4-го межнационального конкурса молодых художников в номинации «Живопись». В 2008 году он заканчивает Академию художественного института имени Сурикова. В 2009 году получил диплом за большой личный вклад в развитие искусства первого международного салона искусств «Путь единства». В 2009 году он становится членом Московского союза художником. В 2009 году там же стажировка Международной ассоциации художников «Монпенье» во Франции. В 2010 году он становится членом художественного союза России. В 2011 году у него опять проходит стажировка в Париже во Франции. Он участник российских зарубежных выставок. И сколько замечательных выставок прошло у нас в нашем городе. И совсем недавно, по-моему, вот этой осенью, губернатор, да, Ешкоролевского, да? Да, там глава, глава. Республика Мариэлл. Мариэлл, да, это, как его имя зовут? Дело, да, был кленер, но очень такой серьезный, первый кленер в Республике Мариэлл, в Ешкороле. Назывался Ешкоролая, современная жемчужина по Ложи. Мы приглашали 25 художников с Приволжского региона, там уже Новгород, Казань, Па. Из Москвы меня пригласили еще одну женщину. Мы так вот представили Москву, и три недели был кленер. То есть в конце сентября и начало октября, в общем, по итогам кленера была выставка, то есть очень хорошо принимали, и... Да, ну, я буду снимать. Да, пей. Ну, в общем, замечательно. Нет, ну, это действительно так, что и не каждого, да, чтобы глава города, другой бывшей, да, республики была, приглашала к себе в гости, в город. Вы, наверное, там и оставили много работ. Ну, и четыре работы, да, я в музее Ешкоролевского региона. В общем, мы там выставку предложили сделать, не знаю, как туда еще везти, работать, да, посмотрим. Ну, будем надеяться, что мы дели транспорта. Я везде и всегда пропагандирую свой любимый город Протвино, так что... Спасибо. Благодаря мне тоже кое-где знают. Здесь. И благодаря мне. Да, очень много, конечно, в изданиях печатается статей. Вот совсем недавно, да, вы мне принесли. Да, вот так. Да. Галерея. Ну, я еще потом скажу, да, это галерея изящных искусств, газета московская. Большое интервью я там дал, именно о поездке в Париже. То есть творческий человек, творческий, действительно трудится. И, наверное, о его труде, вот о его достижениях скажет наш замечательный Виталий Петрович. Я поздравляю от души Федора. Это замечательный наш живописец. В этом году мне повезло даже вместе с ним работать на пленэре Кушкиногорья. Мы с ним хорошо поработали, больше всех работ, нами очень довольны. И подарили работы галереи Кушкиногорья. Ну, что могу? Ну, я горжусь, что у нас есть такой художник. С него, вот мы хоть старые, а можно брать пример настоящего. Работает он классно. Живописец он великолепный. Продолжает традиции папы просто замечательный. Я думаю, папа был бы очень доволен и счастлив. И большое спасибо Инессе Александровне, что она воспитала так вот себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Ильинин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А где Даша? А Даша? Да, но он у меня забрал большой тюк халта. Там метров три. Шириной два. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я на всех выставках бываю. Он меня приглашает. В Тарусе мы были. Это осень. Смотрели его французские работы. Ну, я, когда сюда приехал, он был очень такой, еще мальчик. Чего-то еще. Кто знал, что станет таким знаменитым жирописом. Сейчас, что тебе дай. Поздравляю тебя с выставкой. Он едет на пленэр. Не так часто можно увидеть художника. Вот он был. Где? Почкан, ванцы. Мариэл. Мариэл. Он мне привез привет там. Одного первого художника, с которым он учился. Потому что художники встречаются на выставках. Приедешь на Крымскую набережную обеззарь. Да встретишь какого-то художника, с которым где-то, может быть, и 20 лет назад виделся. Или с севера он там. Или с Брала, допустим. Или с Москвы. Кто еще может так встретиться на выставках? Вот художник встречается. Иной раз здесь, как-то не встречаясь, а в Москве, вдруг встретишь Памилову или Андрея Волкова. И все каких-то наших ребят. Это, конечно, замечательно. Выставляется, что работает. Поздравляю. Он хороший живописец. Он многое работает. Толсты у него большие. Но у каждого, видимо, свой родной. Вот видите, хороший большой размер. Так что я желаю тебе написать большую, еще больше картины, чтобы получить повестки о жизни. Все выразить. Все встает в силу. Второй раз из народа. Спасибо. Я вас хочу поздрать. Нет? Так. Я... Нет, да. С вашей силой. Потому что, как говорила, я буду строить мост. Аху, и не через Волгу, а через Рог. Поэтому я не буду выходить. Я тебя поздравляю с идеей. Маму твою поздравляю всю свою семью. Хорошая работа. Но не все, конечно. Но 2-3 есть толковых. Молодец. Спасибо. Владимир Миталов. Ну, я тут сразу скажу, что не согласен с Андреем. Волгу, что я требую. Работа настолько желатичная, что они не оставляют равнодушным. И сколько бы я ни смотрел, они всегда в себя втягивают. И это человек, который, более того, тем, которую он освещает, это архитектуры, которые была и уходящая, это щемнит, и думает, а когда же это восстановится, мы возрождаем. Маленький город Таруса. Очень милый улюбленный. И если посмотреть, здесь нет современных шарабанов, которые строят. Тут та архитектура, которая сложилась. Это очень здорово. Это остается то наследие, которое мы теряем, а он тем самым дает жизнь этому наследию. Это будет жизнь. Более того, художник широкого диапазона. И он неоднократно имел дальние выезды, как вот сейчас я услышал, на стороне. Его приглашали работать во Франции. И вся эта работа разнообразна. И позволяет надеяться, что мастерство его, которое так разрастает, еще больше вырастет. И это будет имя, которым францинцы будут гордиться, потому что он уже вошел в историю искусства своими работами, в суду по тем признаниям, которые он имеет. Но диапазон для него широк. Он и пейзаж, и натюрмор. И что самое главное, портрет. И портрет осень интересный и харашка. Это осень дождя. Да ладно. Это уже разный подход. Это замечательный художник, который чувствует, как природа меняется, и он отражает. Причем художник настолько интересен, что у него нет мелких деталей. У него все крупно, обобщено. Это заставляет каждому зрителю по-своему домыслить то, что он здесь увидит, и построит все это. Но работа необыкновенно живописная. Так что, это поздравляю. Надеюсь, что ты еще прибавишься. Я для себя пытался определить, какие составляющие успеха художника могут быть, какие необходимые условия надо соблюсти, чтобы у человека сложилась биография, как у художника. Мне кажется, для себя я ответил на это так, что, видимо, первое, это обоплощенный этап. У Федора с этим все в порядке. Второе, видимо, необходимо приобрести школу. У Федора с этим тоже все в порядке. У него Суриковский институт. Это замечательно. Просто кто-то должен объяснить тебе на определенном этапе, что хорошо, а что плохо. Что-то о ремеслее, что-то о профессии художника в целом. Что-то более глубинное. И третье, наверное, необходимо, чтобы была работоспособность в большей средней. Это тоже обязательное условие. Но про это говорить не приходится. Мы видим не первые выступы Федора, и все они по количеству и по качеству очень сильно воздействуют. Часто, глядя на них, испытываешь такую легкую, хорошую зависть. Потому что это очень много и очень хорошо. И потом, знаете, говорят так. Искусство, изобразительное искусство в частности, напоминает езду на велосипеде. Стоять на месте нельзя. Либо едешь, либо падаешь. Федор едет. Очень стремительные движения у него. Меня поразили его замечательные портреты карандашные. Очень хорошие. Я никогда, собственно, не видел большого количества твоих рисунков. Рисунки замечательные, очень хорошие, очень выразительные, очень образные. Наверное, так. Знаете, к профессию художника можно, мне кажется, относиться по-разному. Иногда для кого-то она просто профессия, а для Федора это образ жизни. Мне кажется, мы должны его просто поблагодарить за все, что мы делаем. Спасибо. 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 Я не только за нее, я и за себя. За тебя. Я хотела сказать, что сегодня наш прекрасный выставочный зал подарил нам очередной большой подарок. Хочется поздравить с тем, что действительно за этот очередной раз твоя выставка, она прекрасна. что мэтры сказали о тебе все, что, наверное, можно сказать. И немножко с критикой, в основном хорошее. Ну, а я просто хотел сказать, как зритель, вот встречаясь с твоими работами, действительно наслаждаешься. Но видно, что действительно вот то, что говорили о моем трудолюбии, вот оно на глазах. За последние годы мы несколько выставок увидели, и с каждым разом, как мне, а не профессионалу, кажется, действительно твое мастерство растет и растет. Очень трудолюбивый человек. Я хотел бы сказать, может быть, некоторые гости не знают, что когда ты устаешься, ты приходишь как подлеплым, чтобы отдохнуть. Это тоже замечательно. Поэтому разреши мне поздравить и дать небольшой сувенец, пожелать вам успехов, здоровья маме, Снегу Маха. Спасибо. Владимир Юрьевич, говорят, что ваши дети из одного роддома, вы знаете его давно. Мы не успели СНС-рэто обсудить, вернее, но и знаете, что наш сын родился 26-го ноября СНС-го роддома, а Федор родился 25-го. Поэтому, видимо, вот тогда пути пересеклись. Я благодарен судьбе, что познакомился с Валентином и с вами. Теперь могу наблюдать, как развивается Федор. И мне кажется, что у него картина влияние отца, его почерк как-то проявляется в каждом разе. Я, правда, не профессионал и не специалист, поэтому мои ощущения. Поэтому, поздравляю и дальнейших успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы все время в художественной школе, да? Все равно. А вы пройдите к теме. Нет, я подойду, потому что я хочу поцеловаться. Да. Ну, я что хочу сказать? Каждая фильмовыставка это праздник. Каждая фильмовыставка это актуальтирный. Вот мы осенью только были все, да? И вот, казалось бы, совсем недавно и новые работы, новые впечатления, рисунки потрясающие, ты такой молодец. Я горжусь тем, что учился в нашей школе. То есть, начинал с нашей школы. Это же так здорово. Это так здорово, да, и преподаватели твои, и все мы за тебя переживаем, и радуемся, и гордимся, конечно. У нас висит в школе объявление о твоей выставке, и я думаю, что все наши 250 детей обязательно придут, посмотрят и увидят, что бывает. У нас много талантливых было выпускников, но, конечно, виды у нас очень радуются. Так что, еще раз спасибо за то, что ты есть, спасибо за выставку. Так вот, здоровье с идеей твоей маме. Да, спасибо. Спасибо. Супер, ладно. Лена, Лена, ты готовься. Да. 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 Я, Федя, поздравляю, я горжусь, что одну из самых первых работ, когда он был маленьким, маленьким, он подарил нашу школу, и она одну из спортивных. Так. Рисунок нашего карьера праздничного, от которой, наше, если тебе будет желание исполнить свою первую работу, приходи, а мы действительно удивлены твоей работоспособностью, невероятным напором, практически каждый раз абсолютно новой работой. С отдушиной. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые друзья, я не буду сейчас вам рассказывать какой-то замечательный федер-художник об этом, про его работы, я только скажу, что он, Петр, обладает необычным свойством, он не перестает удивлять. Вот недавно он, только что, вернее, говорили о том, что он после работы тяжелый, напряженный ходит отдыхать в шахматнику. А я для себя, уже более 30 лет я являюсь тетей этого субъекта, вот, и я для себя открыла, что он замечательно играет на стольный теннис, и он играет на очень высоком профессиональном уровне. Я занимаю третье место по городу Зеленограду на стольный теннис, он меня обыгрывает два счета. И вот это было для меня, тоже, многогранен, какой-то, Федор. Но у меня к тебе вопрос. Скажи, когда ты успел смотаться в шай написать Барака Обаму? Спасибо, Федор. Ну, хочет еще что? Сергей, да, Сергей. Надо, что выключить. Как на духу пытается. Получается, что мне где-то в конце часто достается говорить о том, что он вышел. Поэтому сегодня я скажу так. Уже было очень много сказано слов о Федоре сегодня и о его движении духовном и творческом и о том, как хорошо его работают. Поэтому повторяться, наверное, в этом плане не стоит. Сейчас я просто присоединяюсь к предыдущим словам. Но я хочу сказать вот про что. Есть удивительная вещь, которую я отмечаю. Она заключается в том, что вот стоит художник, а рядом находятся два главы города, насколько я понимаю. Один действующий и один, который действовал очень-очень долго и сейчас тоже в этом городе живет. И это очень непростой город, между прочим. Это город выдающихся физик. В свое время это был самый, с точки зрения ядерной физики, это был самый продвинутый город вообще в мире. И до сих пор научный потенциал здесь крайне высок. Поэтому здесь планы отсчета очень высокая. И то, что в этом городе есть целая династия художников, которые здесь чуть ли не с самого основания города и вместе с этим городом жили и продолжают жить, в этом тоже есть какая-то закономерность, потому что они не исчезли как художники, они продолжают здесь жить и работать. И поэтому требования тоже очень высокие. И вот тогда возникает интересный вопрос. А что такое вообще художник? Чем он вообще отличается от обычного человека? Ведь обычный человек тоже можно поставить какие-то цветовые пятна. Но оказывается, что личина художника, по мнению некоторых теоретиков, заключается в том, что он может представить на своей картине из того, что он видит, и из того, что невидимым. И вот глубина живописи меряется как раз количеством невидимого, представленного на картине. И вот не всем людям, которые берут в руки кисточки или карандаши, удается представить невидимого. И вот тогда очень интересный вопрос, как связано наличие двух глав города в этом зале и художников. Что их связывает? Почему главы государств, императоры, главы городов, они всегда близко связаны с художниками? Потому что оказывается, что и те, и другие упорядочивают мир. И вот если глава государства упорядочивает социальными, то художник упорядочивает визуальнее. И без этой упорядоченности вообще человечество не могло быть. Это такая точка зрения существует. Поэтому вот это тесное слияние между главными городом, главными правительствами, главными империями и художниками, вспомните, все великие художники, они всегда были при королях. Поэтому вот если есть планка, если есть то количество невидимого, которое вложено в работу, то это всегда очень интересует властителя, всегда очень интересует глава. Поэтому что я могу еще сказать в заключении? Мне понятно, что происходит здесь, потому что Федор имеет растущий потенциал вот этого невидимого, которое вкладывает в свою работу. Мне кажется, что сейчас уже в этом городе наметилась определенная традиция. Есть семейство помилонов, которые очень много делают на уровне этого выдающегося города. Поэтому по-моему этому городу, это мое личное мнение, конечно, но я хочу его озвучить, уже можно подумать о том, чтобы создать музей переменов помилонов помилонов. Максим думает, что был бы очень созвучен и очень далеко шел. Вот это тоже я хотел. Спасибо. Во-первых, мама подошла, да? Ну, раз вышла, то и отбывайся. Нет, будет еще. Ну, ты говори. Ты будешь что-нибудь? Ну, Бель, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Мне кажется, очень хорошая жизнь. Каждый раз в серпухоли часть работ этих же была, но они смотрились по-другому. Здесь появились новые работы, которые не были в серпухоле, и которые были в серпухоле, но они совершенно по-другому смотрятся. Ну, каждая выставка вот это как кубик рубика, она собирается работать совершенно по-другому смотрится. мне кажется, что она выставка, она какая-то такая жизнерадостная. Ну, мне нравится ее. Нравятся рисунки, нравятся живописи, вообще-то молодец, это подпал. мамы. Ну, это наконец-то. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Я вижу много лиц, которых давно не видел. Очень приятно. Они тоже не только которые пришли. И можно сказать, что портфельно с одной стороны мне делать русский легко, потому что это родные стены, вообще родной город, который я люблю. Всегда стрелюсь, как только у меня есть свободное время, я сюда поменял. Мне здесь нравится. Еще почему легко, потому что я в художественной школе учился именно в этом доме, в этом здании, только там сейчас музей. И это все такие родные стены по-настоящему. Еще хотел бы сказать, почему они родные. Я два с половиной года был ночным сторожем в художественной школе до поступления в училище. И очень тоже было очень так. Но с другой стороны сложно здесь сделать было выставку, потому что тебя все знают. Кто здесь находится, многие знают. Соответственно, отношения к ребенку, к какому-то детскому тебя знают. То есть они не воспринимают как какой-то там не то, что как большого вопроса, не воспринимают. И в общем-то меня такая выставка более волнительная, более ответственная, чем-то где-то я сделал на Второсе, в Серпухе, в Москве делал выставки. Еще хотел сказать, что спасибо Андрею Николаевичу. От него услышать теплые слова, что две-три работы есть выставки хорошие, это большая похвала. слава. Это шутка. Спасибо. И в общем-то всем спасибо, очень рад, что пришли много людей. Я в общем-то не сомневался, что придут люди, потому что... сейчас еще хотел бы маленькое музыкальное отступление, да, перед тем, как нам сделать небольшой фуршет, не расходитесь, сейчас вот Артон, хулемянница. Моей племянница друг наш, вот он хотел бы сыграть на сексуал-фуршет, но он учтур в Гнесинке, да, четвертый курс, четвертый курс, он профессионально занимается сексуал-фуршетом. Поскольку я знаю уже как встроиться, и у нас разные вопросы. 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 Есть же желание у вас такой самый свой город показать? Мы еще обсудим за фуршетом. Все, все, я просто вопрос. Пожалуйста. г гостин КОНЕЦ 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 А Даши будет? Нет, Даши не будет. Не будет. Я думаю, что... Вы думаете, Даши еще добавили? Да, да, да. Затем, действительно, поблагодарить Месточный зам Светлану Лагитирову за предоставленное, действительно, замечательное время, место. И... Хотел еще поблагодарить Игоря Фоменко, который, как бы, пошел мне на встречу, потому что у меня должна была быть в другое время, в апреле, по-моему. Ну, вот, мы так с ним сделали ракировки. Для шахматов, языкного оружия. И, в общем, спасибо всем, кто помогал Столкину. Да, и Сергею Токаеву, который принес этот аппарат, благодаря которому можем еще посмотреть фильмы. Да, да, и который он сделал. В общем, замечательно. Спасибо главе, который пришел напряженный свой график, так сказать, глинил. Парень, вот он открыт мою выставку. Спасибо вам, да? Спасибо всем, да? Спасибо всем, да? Спасибо всем. Мы сейчас посмотрим фильмы. Вы смотрите, что у вас работает. Сходите и выйдите. Немножечко адресуем стол. Спасибо всем. Не расходите. Вы меня дохищали. Спасибо всем, да? Наверное sometime вам что șорка смотрите Çok прям ITA жизни руках себя helo ser Субтитры сделал DimaTorzok